Зимние старты проводятся ежегодно в новогодние каникулы. Каждый раз спортсмены обеспокоены вопросом, а будет ли гоночная погода. Хотя Сочи – это единственное место в стране, где зимой проводятся регаты. В этом году юбилейная парусная регата стартовала 6 января. Первый соревновательный день оказался жестким по погодным условиям. Были сильные порывы ветра и удалось провести только одну гонку. На Рождество и накануне выйти в море и вовсе не удалось, зато спортсмены получили хороший опыт на берегу. Дали ребятам возможность поработать в спортзале, сделали мастер-класс по правилам парусных гонок. И вчера мы сделали очень большой брифинг по знанию этих правил. Для этих мальчишек, девятилетних и девчонок – это как раз то, с чего начинается парусный спорт. Сегодня гонки состоялись. В море вышли 137 яхт шести международных классов на двух дистанциях. Первая группа для юных спортсменов – оптимист, зум-8 и кадет. На второй дистанции участвуют лазер «Радиал», лазер 4,7 и переходной в олимпийский класс 420. Официально эта регата не является отборочным соревнованием. Здесь тренеры смотрят на умения спортсменов, а те, в свою очередь, оттачивают мастерство. Нелли Кондратенко в парусном спорте только год, и эти старты в Сочи для нее первые. Я гоняюсь в классе оптимист. Холодно, конечно, но гоняться можно. Опыт получить, чтобы в следующих соревнованиях выступать лучше. Соревнования завершатся завтра. По прогнозам, будут хорошие погодные условия для гонок. Следующие старты – зимняя ривьера. Это первый этап Кубка России в олимпийских классах яхт. Второй этап «Сочинская регата» пройдет в марте. Итоги всех зимних гонок подведут в апреле.